Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За сутки в Самарской области зарегистрировали 337 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, болеют целыми трудовыми коллективами. Об этом говорили на оперативном совещании по предупреждению распространения коронавируса, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов, что намерены предпринять областные власти в нашем сюжете. Сегодня около 60% заболевших лечатся амбулаторно. Остальные нуждаются в госпитализации, тогда как во время первой волны пандемии соотношение было 80 на 20. Как результат растет расход медицинского кислорода, а также необходимость в больничных койках. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Уже 18 больниц, в прошлой неделе добавилась одна больница, это Самарская городская больница номер 8, 180 койк которых включены в работу с 25.07.2021 года. На сегодняшний день на койках находится 2929 пациентов, и это количество возросло примерно на 400 за неделю. Учитывая уменьшение количества процента свободных коек и, соответственно, динамику, о которой мы уже говорили, запланировано уже на этой неделе, вот еще 360 коек. Сейчас в больницах лечится почти 3000 пациентов с коронавирусом. В среднем ежедневно госпитализируют около 220 человек. Медикам вновь требуется помощь студентов и волонтеров. По решению оперштаба муниципалитеты предоставят автотранспорт для мобильных бригад врачей. Также в ближайшее время будут обсуждаться меры, направленные на улучшение работы скорой помощи. Продолжается вакцинация. Всего в регион поставлено более 807 тысяч доз вакцины. Привиты первым компонентом около 753 тысяч человек, из них вторым компонентом свыше 553 тысяч. По предварительным оценкам, область приблизилась к 50-процентному охвату вакцинации. Еще раз, да, внимательнейшим образом перезагрузить всю контрольную работу, которая есть в муниципальных образованиях, и работу по вакцинации. Мы с вами совещание провели, но я вот не вижу там на цифрах, что это привело к какой-то дополнительной мобилизации. А мы с вами только вот сейчас 50%. Мы не можем все-таки достучаться и довести вот эту опасность, которая к нам пришла, которая во многом суровее по последствиям тем, что тот опыт, который мы с вами переживали, не дал. На оперштабе было принято решение нарастить темпы вакцинации, чтобы снизить нагрузку на медиков и высвободить коечный фонд для оказания плановой медицинской помощи по другим направлениям. В ближайшее время оперативные штабы на местах будут проводиться с участием членов областного правительства. Особое внимание будет уделено выявлению недостатков в организации работы по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер и их устранению. Маски сейчас нужно носить во всех закрытых помещениях, а также в общественном транспорте. Виктория Шарая, События. Самой действенной мерой профилактики, которая позволит избежать тяжелого течения болезни и нежелательных последствий, является вакцинация. О том, как ее проходят водители и кондукторы городских автобусов, расскажем далее. Заболеваемость коронавирусной инфекции в Самарской области остается высокой. Рост идет в основном в профессиональных коллективах, в том числе в транспортной сфере. Нина Потапова регулярно выходит в рейс и контактирует с большим количеством пассажиров, поэтому решила себя обезопасить с помощью прививки. Давай спать, будешь? Пока. Вакцинацию перевозчик организовал на рабочем месте. Выездная бригада медиков с 4 утра начинает осмотр работников. Все желающие привиться от коронавируса заполняют анкеты. Им измеряют температуру, давление, уровень кислорода в крови. И если нет противопоказаний, вводят первый компонент вакцины, второй через 21 день. Многие у нас делают то, чтобы не болели они, чтобы дальше не развивалось вот этот коронавирус. На автотранспортном предприятии трудится порядка 1600 человек. Из них 600 уже сделали прививку от COVID-19. Сотрудники нашего предприятия – это те люди, которые непосредственно общаются с пассажирами нашего города. Поэтому вакцинация этих людей наиболее важна в данной ситуации. И поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы привить водителей и кондукторов в наше предприятие. Однако даже коллективная вакцинация не отменяет элементарных правил гигиены и безопасности. Перед выходом на линию все автобусы моют и дезинфицируют. Сотрудники пользуются антисептиками. Им также обязательно выдают маски. Водитель и кондуктор общественного транспорта должны использовать средства индивидуальной защиты в салоне и призывать к этому пассажиров, напоминают медики. Обязательно мы должны носить маску. Для того, чтобы был наименьший контакт распространения, так как у нас и COVID-19 передается воздушно-капельным путем, для того, чтобы меньше распространялась инфекция, нам необходимо всем носить маски. В Самарском регионе вакцинировалось около 50% взрослого населения от необходимого плана. Для создания коллективного иммунитета привиться должны 60% и выше. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава отмечают высокую контагиозность коронавируса и быстрое развитие осложненного течения в третью волну пандемии. Поэтому, вакцинируясь, каждый защищает не только себя и своих близких, но и всех окружающих от этой угрозы. Светлана Кудрявцева, события. Не только школы и детские сады, но и прилегающие к ним территории. Глава Самары Елена Лапушкина совместно с сотрудниками профильных департаментов и главами районов проверила, как идет строительство и благоустройство образовательных объектов города. На что следует обратить внимание в первую очередь? И какие поручения глава Самары дала ответственным за объекты в нашем сюжете? Когда выражение «все лучшее детям» не слова, а план действий. Детский сад на 132 места в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе готов уже наполовину. Возведена основа двух этажей. С двухнедельным опережением завершено устройство несущих конструкций здания. Утеплен фундамент, запетонированы перекрытия, уложена кирпичная кладка парапета. Ход работ во время выездного совещания с сотрудниками профильных департаментов проверила глава Самары Елена Лапушкина. Выполнена система дренажа, тоже смонтированы колодцы полностью. С той стороны это делается в хозяйственной бытовой канализации. Выкладывают стены, сразу же штукатура, ускоряет процесс. Фундамент уже обратно засыпется. Параллельно благоустраивают и близлежащую 79-ю школу. К сентябрю здесь появится универсальная спортивная площадка. Здесь спортивная площадка, футбольная, и вокруг беговую дорожку. Под контролем главы Самары Елены Лапушкиной благоустройство территории вокруг новой 26-й школы в Октябрьском районе. Сейчас здесь обновляют подъездную дорогу с улицы Советской Армии по пятой просеке. Все работу завершат к новому учебному году. Сейчас там в полную силу идет отсыпка насыпи. С понедельника они уже начинают от этого многоэтажного дома собирать дорожную одежду, песок сыпать, щебень, устанавливать бордюрный камень. Работают в две смены на строительстве второго корпуса школы. До конца этой недели по всему периметру здания поставят окна. Это очень долгожданный объект вообще для всех жителей пятой просеки. В школе не будет разделения на младшую школу, старшую школу, среднюю звено. То есть в каждом из корпусов будут обучаться все параллели без исключения. Второй корпус школы будет рассчитан на 850 мест. В здании также разместится детский сад на несколько групп, в том числе и ясельных. Ольга Павлова, Ольга Хомракулова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Движение общественного транспорта на перекрестке вблизи железнодорожного вокзала полностью восстановлено. Об этом сообщил первый вице-мэр города Владимир Василенко на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, выходные на перекрестке Огибалово-Красноармейское ограничили движение транспорта из-за модернизации тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Прошедшие выходные отметились масштабной работой по перекладке тепловых сетей. Ресурсоснабжающая компания и подрядчик трудились на перекрестке улиц Огибалово и Красноармейское. Здесь под землей проходит сразу несколько видов коммуникаций. Коллектор, кабельные линии, газовые и водопроводные трубы. Наземный же участок представляет собой оживленный перекресток, по которому кроме автомобилей двигаются автобусы, трамваи и троллейбусы. Из-за перевооружения тепловых сетей в выходные движения транспорта ограничили. Сегодня перекресток вновь оживился. Мы должны были в пять открыть в понедельник трамвай, но в два часа ночи на рабочий, на Дебалов, прошел порыв двухсотой трубы. Холодная она затопила трассу, мы к утру только откачали. Сегодня трамвай в полном объеме поехал, заасфальтировали и движение полностью открыто. Восстановительные работы на участке закончились сегодня в районе четырех утра. Сложность заключалась еще и в том, что перекладка теплотрассы была сопряжена с разборкой трамвайного пути. Сейчас его смонтировали вновь с использованием новых материалов – рельсов, шпал, крепежей. На объекте только от муниципального предприятия ТТУ трудились 25 человек. Это почти в два с половиной раза больше обычного. В 4.15 служба пути закончила, еще мы взяли 45 минут на проверку какую-то, прогнали служебный вагон, чтобы не было никаких проблем. Связали с центральным диспетчером, сняли все ограничения. К грядущему отопительному сезону модернизируют теплотрассы по всему городу. Масштабные перекладки на других перекрестках еще предстоит выполнить. В 20-х числах августа работы начнутся в районе улиц Авроры Гаражной и Врубеля. В целом, в этом сезоне запланировано отремонтировать 58 объектов. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У должников, которым ограничили выезд за границу, приставы будут изымать загранпаспорта. Что говорят по этому поводу эксперты? Об этом я расскажу сразу после новостей о доходах и расходах бюджета Самарского региона. В первом полугодии в бюджет Самарской области поступило почти 125 миллиардов рублей. Исполнение доходов по отношению к годовому плану составило 63%. Налоговых и неналоговых доходов, по данным на 1 июля, в казну поступило 88,5 миллиардов рублей. Или 62% от годового плана. Как отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, потери были серьезные. На 4,6% сократился индекс промышленного производства, на 6% упал объем инвестиций. Однако экономика адаптировалась к новым условиям и пошла в рост. Сейчас темпы развития региональной промышленности более чем в два раза превышают средние по стране. Объем строительных работ увеличился за пять месяцев более чем на треть. И на 67% вырос объем ввода жилья. Расходы в первом полугодии составили 101 миллиард рублей. Треть на национальную экономику, чуть меньше на социальную политику и почти 22% на образование. С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии по результатам работы за прошлый год. Повышенные выплаты затронут около 10 миллионов человек. Однако для этого необходимо соблюсти несколько условий. Пенсионер должен работать официально и получать полностью белую зарплату. Перерасчет основывается на сумме страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель. Кроме того, перерасчет коснется только тех, кто вышел на пенсию до 1 января этого года. Писать заявление не нужно, все делается автоматически. Есть паспорта теперь модно не перед ЗАГСом, а в аэропорту. Потому что у должников, которым ограничили выезд за границу, приставы будут изымать загранпаспорта. Правительственная комиссия одобрила соответствующий законопроект. В Ассоциации юристов отметили, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в выдавший их государственный орган. Также в проекте устанавливаются законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными в случае изменения фамилии, имени, даты рождения и пола владельца документа. Паспорта признают недействительными, если установят, что их оформили по подложенным документам или их владелец потерял российское гражданство. Официальный курс доллара на 28 июля 73 рубля и 85 копеек. Доллар потерял 25 копеек. Евро 86 рублей и 99 копеек. Европейская валюта увеличилась на 33 копейки. Нефть марки Brent 74 доллара и 68 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Кондуктор, о котором говорит весь город Светлана Крайнова в северное трамвайное депо Самара устроилась чуть больше года назад, но для пассажиров уже стала самым популярным кондуктором на линии. Они пишут пасты благодарности на сайт предприятий и в соцсети. В чем секрет успеха? Из первых уст узнали наши корреспонденты. Она не запускает ракеты в космос, не изобретает вакцину от страшной болезни, но от этого ее работа не менее важна. Кондуктор Светлана Крайнова каждое утро поднимает настроение пассажирам трамвая 20 маршрута. Говорит, ко всем старается найти индивидуальный подход. Надо шевелить всех, потому что люди, вот понимаете, есть шкала тонов. Есть шкала тонов, и человека надо из плохой эмоции обязательно перевести в хорошую. Но это надо делать постепенно, потому что если его сразу резко, то не получится, не будет хорошего эффекта. Секрет моего успеха в том, что потихонечку, постепенно, даже самых хмурых я перевожу постепенно в свои друзья. У меня очень много друзей сейчас в городе. Я очень часто езжу на этом маршруте, и вот несколько раз попадала с этим кондуктором. Ну, молодец, веселая, очень женщина приятная, всегда желает добрый день и всегда улыбчивая. А я уже попадаю с ней в третий раз, и всегда вот такой позитив. На самом деле, настолько энергии вот этой положительной, которую несет, и которой не хватает по жизни сегодня. В трамвайное депо Светлана устроилась чуть больше года назад, когда из-за пандемии закрылся ее маленький бизнес, связанный с коммуникациями. Говорит, зарплата достойная, но в работе больше всего ценит возможность общения. Спинку выпрямила, улыбка и пошла. Ногу от бедра, помните, это служебный роман-фильм. Такие женщин, мужчины взглядом не пропускают. Ну, плюс еще и девушки тоже. У меня, кстати, вот что-то надо заметить, в моей аудитории девушки, потому что я их все девочки, девочки, девочки. Это моя группа поддержки, они всегда на моей стороне, вот как-то так. Чтобы черпать силы и всегда быть в отличном настроении, перед выходом на работу Светлана соблюдает утренний ритуал. Выпивает чашку кофе, слушая мотивационные аудиокниги. Роберт Киосаки, Джим Роан, Джон Кеха, подсознание может все. Роберт Киосаки, я посоветовала бы, ребята, и вам почитать. Светлана уверена, что бы в жизни не произошло, главное не падать духом и уметь радоваться мелочам, из которых и складывается жизнь. Я хочу сейчас абстрагироваться, помимо вот всех вот этих должностей, профессий. И это касается и вас, и нас, и всех, и врачей, и учителей. Ко мне заходят разного рода, и бизнесмены тоже, ставят машины и заходят. Ребят, самое главное в этой жизни – никогда не падать духом, никогда. Несмотря на популярность, Светлана не возгордилась и намерена дальше трудиться кондуктором. Говорит, благодарна сотрудникам Северного трамвайного депо за то, что приняли ее в свою профессиональную семью и научили общаться с пассажирами. Коней и друзей на переправе не меняют, говорят, а то можно утонуть. Меня очень хорошо здесь приняли, и поэтому я не собираюсь предавать своих. Светлана Крайнова и дальше намерена радовать пассажиров своим позитивом. И они платят ей тем же. Постоянно оставляют хорошие отзывы о ее работе на сайте предприятия и в социальных сетях. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. В Самаре впервые прошел чемпионат Вооруженных сил России по парашютному спорту. В соревнованиях принимали участие 125 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе семи команд. Затем, как парашютисты покоряли небо, наблюдала Мэри Елчан. Преодолевая страх уметь наслаждаться небом, 15-летний Матвей Силаев начал 6 лет назад. С парашютным спортом парня познакомил отец, он же его тренер. Матвей – многократный призер соревнований по аэротрубным дисциплинам, призер первенства Европы и России, член юниорской сборной России. За плечами юного спортсмена уже 150 прыжков. Тот, кто хоть раз испытал ощущение свободного падения, уже не в силах отказаться от адреналина и той безграничной свободы, которая дарит небо. В Самаре чемпионат вооруженных сил России по парашютному спорту проходит впервые. Соревнуются спортсмены в трех дисциплинах – точность приземления, индивидуальная и групповая акробатика. Здесь собрались 125 сильнейших парашютистов в составе семи команд, представляющих различные военные округа и виды войск вооруженных сил России, а также ЦСКА и ДОСААФ. Люди занимаются на своих местах служебной деятельностью. Спасателей надо точно приземлиться, спасти летчиков, десантников приземлиться, точно выполнить задачи с высокой высоты, с большой высоты, с задержкой. Все это непосредственно связано, именно переплетается с профессиональной деятельностью. Поэтому мы можем сказать, какой округ лучше в этом году подошел к подготовке не только спортсменов, но и других специалистов, которые совершают парашютные прыжки. В составе команд выступают порядка 60 парашютисток. Среди них абсолютная чемпионка мира среди военнослужащих, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, многократная чемпионка Европы Евгения Фурман. На ее счету 9700 прыжков. Сегодня в составе своей команды спортсменка выполняла упражнения по групповой акробатике. Здесь успех прыжка зависит от каждой. Должно быть как один организм. Должны слиться все вчетвером, воедино друг друга, понимать. То есть над этим мы и работаем. Чтобы предвидеть, бывают какие-то нестандартные ситуации, что-то не так пошло. И каждая из нас должна предвидеть, что сделают в этой ситуации коллеги по команде. Спортсменам важно освоиться и на земле, и в воздухе. Прыгают парашютисты из вертолетов Ми-8 ЦСКА Самара. В каждой команде 5 человек. В воздухе они выполняют комплексы из акробатических фигур. Какие именно, определил случай во время жеребьевки. Под спортсменами более 3000 метров. Затем, как выполняют упражнения, следят маститы и судьи. В помощь им мощная аппаратура, которая на большой высоте помогает поближе увидеть на экране фигуру. И за что штрафуется, и что не штрафуется. А скорость должна быть максимальное количество фигур за определенное время. Вот это тот чемпион, который больше всего сделает фигуру в течение 30 секунд. Всего на соревнованиях разыграют 48 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах. Итоги подведут 30 июля. Кроме того, еще одна задача чемпионата – подготовка команды к всемирным военным играм, которые состоятся в Катаре в ноябре этого года. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. Спорт в массы. В Самаре на площади Куйбышева прошли городские соревнования «Лето с футбольным мячом». Игры среди школьников состоялись в 63-м регионе в 13-й раз. С победителями познакомилась Мэри Елчан. Жаркая погода и бескомпромиссная борьба на каждом участке поля. 12-летняя София Мусатова увлекается футболом уже несколько лет. В городских соревнованиях «Лето с футбольным мячом» девочка вместе с командой заняла заслуженное первое место. Это очень интересно. Когда ты играешь, ты чувствуешь, что тебе надо забить. Очень нравится. Папа поддерживал, поддерживала команду, кричали. Тренер поддерживал хорошо. Турнир «Лето с футбольным мячом» уже давно – визитная карточка Самарской области. Соревнования среди школьников проходят в регионе в 13-й раз. В городском финале приняли участие 26 команд – победители районных этапов. Состязания прошли по двум возрастным категориям – среди мальчиков и девочек. Молодых футболистов подбадривали не только тренеры и родственники, но и городские власти. «Самое интересное то, что кроме кожаного мяча потом наступает у детей такой перерыв в летнее время. И вот этот еще один турнир, который появился в календаре спортивных событий, он, безусловно, дает возможность для тех, кто как-то себя проявит, выиграть какой-то титул в городских соревнованиях». Участников турнира отметили памятными призами и эксклюзивными футболками с символикой проекта, за время реализации которого порядка 400 тысяч мальчишек и девчонок приняли активное участие в соревнованиях. Мэриил Чан, Григорий Пешаков, События. Еще три золотые медали сегодня завоевали российские спортсмены на Олимпиаде в Токио. На высшую ступень пьедестала поднялись гимнастки, тэквонтист и пловец. А как выступили уроженцы Самарской области, расскажет Андрей Горгуленко. Четвертый день Олимпиады в Токио не обошелся без участия атлетов из Самарской области. Виолетта Храпина не смогла помочь сборной России в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге. В четвертьфинале россиянки уступили Италии 31-33 и в итоге заняли восьмое место. Александр Кудашев в полуфинале плавания на 200 метров баттерфляем показал 12-й результат. Не вышел в финал и закончил свое выступление на Олимпиаде. Проиграли сегодня свой матч и гандболистки 24-36 сборной Швеции. Очередную уверенную победу одержала Анастасия Павлюченкова. В двух сетах она переиграла испанку Сару Саребестормо 6-1-6-3. Всего сегодня было разыграно 22 комплекта медалей. У российской команды 6 наград. В заплыве на 100 метров на спине первые два места завоевали Евгений Рылов и Климент Колесников. Еще одно золото в Тэквондо принес Владислав Ларин в категории свыше 80 килограммов. Всех переиграли и женщины-гимнастки, которые, как и вчера мужчины, выиграли командные соревнования. Две медали добавили стрелки в смешанных командах, серебро в стрельбе из пистолета и бронзу из пневматической винтовки. В общем медальном зачете продолжают лидировать японцы. У них 10 золотых. Второе и третье место, как и накануне, у сборных США и Китая соответственно. Российские атлеты все еще на четвертом месте. В активе сборной 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Анастасия Павлюченкова завтра сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Четвертьфинальный матч запланирован на 7.30 утра. А в удобное для самарцев время в 16.45 состоится волейбольный матч группового этапа между мужскими командами Бразилии и России, в составе которой уроженец Новокуйбышевска Дмитрий Волков. На этом все. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова